друзья мир всем пришло время отопительного сезона точнее наступает скоро в общем уже зима не за горами вот я хотел поделиться одним интересным моментом деревянный дом вот который у меня есть и вообще имеет свойство осадки бревно осаживается со временем значит я сейчас подготавливаю трубы трубы из полипропилена поближе тут показать сейчас я разрезал трубу вот видно да какая нестыковка целых где-то два два с половиной сантиметра то есть вот это все это было вот давила поэтому главное мало того что я уже вот видно дату соединения уже делал перепаивал вот и сейчас решил сделать еще раз мне кажется что это последний раз будет почему потому что ну вроде как уже основная усадка наверное уже произошла сейчас может быть будет помаленечку потом подавлю вот в общем взял разрезал отметил здесь потому что ну оставлять тоже в таком виде нельзя потому что это давит все тут как-то батарея все это выворачивает соответственно у труб наклон меняется у меня отопление там насос стоит вот но она работает и без насоса то есть самотеком как и должно быть потому что если света нету то и насос не будет работать вот в общем есть у меня соединение вот эти вот паяльничек сейчас я перекручу значит я однажды допустил ошибку однажды когда только тренировался учился делать вот можно сюда поближе сейчас я накручу сделаю и продемонстрирую так это должно расскажу в чем была моя ошибка поскольку я учился только у меня еще опыта не было смысл такой здесь получается две насадочки то есть одна будет внешне другая внутренняя получается внешне и вот вот эта маленькая труба то есть мы делаем так чтобы сплавилась внешняя сторона вот а у этой куда она будет вставляться наоборот внутренние сделаем вот так вот так раз надеваем их сразу и ждем там сколько-то секунд вот а потом убираем резко и раз чик так надел подержал опять несколько секунд вот и ну то полусекунд десять что ли или побольше вот чтобы она зафиксировалась и все вот и потом здесь также я сейчас вот обрежу вот я себе отметил где я обрежу тоже так же сделала а я когда начинал только делать я все наоборот сделал взял вот сюда во внутрь получается каким-то вот этим вот другая насадочка была вот и естественно не понял думаю в чё я что и не так делают вот сейчас включаем этот паяльник чтобы он нагрелся вот а потом начнем паять специально на поставочку устанавливаем вот мы подождали температуру уже я тут проверил на вот этом обрезке что уже подходит нормально все можно брать за вот эту муфточку соединительную вот самое главное отклеить вот эту вот наклейку начать ничего не получится это шутка конечно прежде чем разогреть надо ну что я и сделал все это в холодном состоянии да тут примерил все вроде так то есть вот это мы втыкаем снаружи у этой трубы а эту трубу вовнутрь держим 10 секунд раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять убираем облигаем тут надо смотреть либо значит если там например чувствую что как-то еще не совсем хорошо плавит значит температуру побольше сделать либо по секундам побольше подержать там что-то короче сделать вот теперь надо убираем а теперь мы сделаем так пока положим вот я сбегал взял ключ такой не тут не мог открыть этот не открыть и открутить сейчас мы вот так вот и открутил мне потому что тут свобода нужна до чтобы вот так сделать все сейчас когда буду паять здесь самое главное чтобы вот ну чтобы вот это точно было так чтобы в сторону не сделать еще раз смотрим значит вот это снаружи это внутри раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять вот это вот уже не очень хорошо конечно что тут долго я вот так вот тоже несколько секунд три там четыре пять не знаю подержать да чтоб она схватилась она принципе быстро схватывается все сейчас таким же макаром я сюда закручиваю теперь обратно и так я сделаю везде особенно там где в некоторых местах у меня вот этот наклон у трубы который должен быть наоборот к трубе идти то есть вот так вот так вот чтобы самотеком было получается выгнул ваших вот и мы это сейчас все исправим и заново в систему налью воды гаечку чуть-чуть буквально подтягиваю вот все вот эту трубу это ее голову уже как это погнуло Ну вот она в таком состоянии, по гнусам так похоже и останется. Ну ладно, все значит сейчас во всех местах везде буду перепайкой заниматься. Для этого у меня муфточек много всяких. Это несложно, меня тоже научили однажды. Тут самое главное паяльник. Прежде чем начинать примериться, чтобы все правильно было. А так ничего сложного. Надеюсь, что это у меня уже вторая перепайка. Надеюсь, что это последняя. Посмотрим, будет ли дом еще осаживаться и настолько сильно, как вот до этого. Мне кажется, что это уже основная усадка прошла. Если даже может быть и будет, то может быть чуть-чуть совсем. Ну все, до новых встреч в новом видео. Вот я хотел показать наглядный пример, вот смотрите еще, как она сильно выгнула аж в обратную сторону, наклончик пошел. Сейчас мы будем все это исправлять в этом месте и в другом тоже. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.